Заметки И мой монолог предполагает более свободную форму, но и тема хоть и не диаметрально противоположная, но все-таки совершенно другая. Боюсь предположить, что будет на третьей лекции. Калейдоскоп такой, спектр очень широкий. О чем сегодня пойдет речь? Что такое вообще андеграунд? Давайте сначала обратимся к этому понятию. Вот тут пара цитат. Полностью зачитывать не будем, но вторая цитата, она соотносится как раз с предыдущей лекцией. Андеграунд определяется как явление психологическое и сравнивается с сектой. То есть это нечто противостоящее официальному, замкнутой такой, замкнутая локация, некое замкнутое сообщество людей, которое противостоит, ну если современным языком говорить, мейнстриму, можно сказать. Мы будем говорить о поэтическом андеграунде 60-х, 80-х годов 20-го века, в большей степени. То есть чему противостоял этот андеграунд? Противостоял, естественно, парадигме социалистического реализма в литературе, ну и системе официальных советских ценностей, как мировоззренческих, так и эстетических, в общем, в целом официальному мировоззрению общепринятому. Тем не менее, несмотря на то, что речь пойдет о 60-х, 80-х годах, но это связано уже с моими тоже исследовательскими интересами, об андеграунде можно говорить, можно искать его корни гораздо раньше, чем в эпоху Оттепель. И в 19-м веке были запрещенные стихи, и Пушкин ходил в списках когда-то, некоторые его произведения, и в ссылку он был отправлен. Но мы обратимся к веку 20-му. Николай Глазков. Поэт. Не очень известный как раз в силу того, что при жизни он был не очень-то печатным. Пара его четверостишей. Я на мир взираюсь под столиком. Век 20-й, век необычайный. Чем столетия интереснее для историка, тем для современника печати. И еще одно. Мне говорят, что окна-таз моих стихов полезнее. Полезен также унитаз. Но это не поэзия. Написано это в 40-е годы. И написано это Глазковым в сборнике, который он издавал рукописно, либо размажал на печатной машинке в очень небольшом количестве экземпляров. До пяти буквально. И называл это издательство сам себя издат. Вот под таким вот брендом он издавал свои стихи и произведения. Он будет печататься в конце 50-х. Он начнет печататься. Годы оттепели как раз. Когда стало можно. В 40-е такое говорить, естественно, вслух было нельзя и невозможно. 60-е. Это поэтический бунт. Это поэты, которые собирают стадионы. Это поэты-эстрадники. Ефтушенко, Вознесенский и Рождественский. Ефтушенко провозглашает именно в этот момент поэт в России больше, чем поэт. И действительно многотысячные аудитории, многомиллионные тиражи. Но был и другой пласт культуры. Был пласт, называемый сам издат. Как раз Глазкова считает крестным отцом этого термина. От сам себя издат получилось понятие сам издат. Появляется андеграунд. Андеграунд появляется уже на излете оттепели в большей степени. Хотя были поэты-диссиденты и до этого. Но тот же Глазков, сын Сергея Есенина, Александр Есенин-Вольпин, он тоже писал стихи довольно-таки резкие. И можно его отнести к андеграундной поэзии, он потом эмигрировал. В середине 60-х андеграунд начинает разрастаться. Поэтов, принадлежащих к этой системе мировоззренческой, становится больше, больше и больше. Что характерно и почему еще с сектой сравнивался изначально андеграунд. Потому что андеграунд предполагает, как автор Юрия Арабова, цитаты, которые я приводил, он предполагает кружковщину, как он говорит. То есть, чтобы противостоять чему-то большому и значительному, надо объединяться так или иначе с людьми близкими телепой мировоззрения. И андеграунд в первую очередь мировоззрение, я еще раз акцентирую на этом внимание, это некое психологическое состояние борьбы и бунта. Одними из первых таких бунтарей в поэзии, вот здесь как раз представлены обложки и титульные листы изданий, которые относились к литературной группировке СМОК. Я сегодня буду говорить в большей степени о ней. Вот в частности, альманах Сфинкса, который, это первый и последний его номер, больше не получилось издать, потому что СМОК распался очень быстро. СМОК, это аббревиатура. Еще один термин, который придумал их лидер Леонид Губанов, изумизм. Как расшифровывается эта аббревиатура? Самое молодое общество гения. Это любимая расшифровка. Хотя были и другие. Сила, мысль, образ, глубина. Или сжатый миг, отраженный гиперболой. Ну, в первой и самой распространенной расшифровке обозначена вообще позиция этих, я бы сказал, ребят, потому что это были люди 17-18 лет. В большинстве своем. Не было у них какой-то цельной эстетической позиции. Они были довольно разные по своему мировоззрению. Единственное, что их объединяло, это возраст и желание бунтовать. Желание печататься, творить, но неумение делать это в том контексте, который был общепринят в рамках социалистического реализма. И вообще официальный поэзий. Потому что на первом же своем вечере они провозгласили, по аналогии с футуристами начала 20 века, которых они очень любили и на которых ориентировались, они провозгласили, мы организуем похороны Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Ахмадулина и других, потому что другие уже давно похоронили себя сами. Ну, как по аналогии с парохода современности. Пушкина, Лермонтова и всех остальных. Когда-то сбросили футуристов. Ну, вот отрывки из манифеста смога. По сути дела, никакой тут позиции четкой абсолютно нет. Мы смог. Наконец-то нам удалось заговорить о себе в полный голос, не боясь за свои голосовые связки. Мы можем выплеснуть душу в жирной физиономии советских писателей. Но зачем? Что они поймут? Наша душа нужна народу, нашему великому и необычайному русскому народу. Нас мало и очень много и так далее. На самом деле их было человек 20 всего. Но тут выпущена часть манифеста, где они говорят, что вся Россия смотрит на нас в ожидании. Не точно цитирую. Вся Россия смотрит на нас в ожидании. Установка на бунт и установка на движение вот это против течения. Все они, естественно, закончили трагически. В большинстве своем. Одна из первых акций смога прошла 14 апреля 1965 года. Буквально в феврале, где-то в январе-феврале нет точных данных, когда образовалась эта сообщество. Это один из первых неофициальных кружков в Советском Союзе поэтических. Но 14 апреля 1965 года они провели акцию памятника Маяковскому. Годовщину его гибели. Вот под такими лозунгами. Мы будем быть. Оторвем от сталинского мундира пуговицы идеи тем. Будем ходить босыми и горячими. Русь ты вся поцелуй на морозе. Этот стата из Хлебникова. Ну и вот лишим социалистический реализм девственности. Самый такой яркий лозунг, который они не сразу развернули. Потому что акция предполагала движение от памятника Маяковскому до Центрального дома литераторов. Памятник Маяковскому в ту пору это традиционное место таких поэтических, ну как видите многолюдных довольно встреч. Читали стихи свои и чужие. Вот смогисты начали оттуда же. Но начали в 65 году, когда уже многое стало нельзя. Когда началась уже по сути дела другая эпоха и начали потихонечку закручивать гайки. Естественно их сразу разогнали. И по большому счету смог перестал существовать это в 66 году. Существовал чуть больше года. Лидеры его, это практически почти вся группа по большому счету. Были еще сочувствующие, но группа вот примерно так выглядела. Вот лидеры. Четыре человека. Юрий Кублановский, Леонид Губанов, это те что внизу слева направо. Вверху Владимир Олейников и Аркадий Пахомов. Кублановский эмигрировал. Олейников так и не закончил университета. И в общем были там в его жизни 101 километр, невозможность жить в столице. И трудовая дисциплина различная в местах не столь отдаленных значительно. То же самое Аркадий Пахомов. Леонид Губанов огромное количество времени провел на принудительном лечении психиатрических клиник. Как и Вадим Деланэ, например, еще один лидер Смога. И многие из них не дожили до того времени, когда стало можно говорить. Почему я и назвал свою вот эту лекцию «Непрочитанные страницы». Я хочу поговорить о Леониде Губанове, который считается традиционно лидером Смога. Вот годы его жизни, вы видите, он умер в 83-м году, как раз, может быть, в рамках исторического процесса, если воспринимать за считанные мгновения до того, когда он мог прорваться к массовому читателю. То есть до перестройки за два года буквально. Лидер Смога, один из самых ярких, наверное, поэтов. И первая его книга вышла только в 1994 году. Книга, которая стала доступна официальному читателю. Вот это тема моей кандидатской диссертации, которую я защитил по Губанову. Обычно, когда я ее кому-то говорю, все пугаются. Доминант эстетического самоопределения и принципы художественного миромоделирования в поэзии Леонида Губанова. На самом деле, не так страшен черт, как его молюют. Самоопределение. Каждый из нас этим занимается, по большому счету, ну пусть не ежедневно, но в жизни все мы этому процессу подвержены. Определить себя, определить собственное я. В данном случае эстетическое самоопределение. То есть определить себя в литературе, культуре и искусстве. Вот так, через свою поэзию. В общем, на мой взгляд, довольно просто. Не знаю, я не вижу испуганных лиц, чему я рад. И принципы художественного миромоделирования. Любое художественное произведение представляет собой мир. Законченный художественный мир. Творчество любого поэта или писателя также представляет собой какой-то определенный художественный мир. То есть с набором определенных признаков устойчивых, с определенной системой и так далее. Вот на примере Леонида Губанова, то есть его лирического героя, его авторского я. И то, как это я он позиционирует в своей поэзии, в своем художественном мире. Вот об этом я хочу немножко поговорить в рамках разговора о поэзии андеграунда. И на примере Губанова показать, что такое андеграундный поэт и андеграундная поэзия в ту эпоху 60-х, 80-х годов. Вот его первое стихотворение. Правда, стихотворение не совсем стихотворение, это отрывок из поэмы почти на 200 строк. Поэма называлась «Полина». Но в журнале «Юность» при содействии Евгения Евтушенко сочли возможным напечатать только вот эти вот три четверостишие под заголовком художника. Холст 37 на 37. Такого же размера рамка. Мы умираем не от рака и не от старости совсем. Когда изжогой мучит дело, нас тянут краски теплой плотью. Уходим в ночь от жен и денег, на полнолуние полотен. Да, мазать мир. Да, кровью вен. Забыв измены, сны, обеты. И умирать из века в век на голубых руках мольберта. Вот в этом первом стихотворении ему было 17, когда он его написал. Но в нем обозначены очень многие особенности его поэтического мировоззрения, как андеграундного, авангардного поэта. Во-первых, 37 на 37. На годы жизни, если кто-то обратил внимание и посчитал быстренько его метом, ровно 37 лет. Он умер в 37-летнем классическом возрасте. Ну, об этом еще чуть позже. Дальше. Уходим в ночь от жен и денег, на полнолуние полотен. Вот это стремление убежать от реальности, которая не принимает андеграундного поэта. Которая не вписывается в поэзию, в эту реальность. В творчество, в первую очередь. От реальности убежать. Ну и мазать мир кровью вен, умирать на голубых руках мольберфы. Трагическая жертвенность поэта. То есть, в общем, традиционная для русской поэзии тема. Если говорить вот об этой цифре роковой 37. Губанов в течение всей своей жизни бросал вызов классикам. Он вступал с ними в диалог. Информируя автобиографический миф. Что такое автобиографический миф? А это такая форма поведения поэта, которая предполагает некую игру в биографию. Некую игру в великого поэта. Ну, даже слово игра здесь, может быть, будет не очень точным. Потому что для Губанова-то это была не игра. Он, в случае вспоминают, когда он спорил на кухне пьяный. Ольга Седокова, по-моему, поэтесса вспоминает. Он с ней спорил, бил посуду и спрашивал, гений я или нет? Губанов спрашивал. Она ему отвечала, Данте гений, а ты нет. Он бил следующую тарелку. Гений я или нет? Данте гений, а ты нет. Он бил еще один стакан, уже теперь не тарелку. И говорил, ну хрен с ним с Данте, говорил он. Я цитирую сейчас. Не подумайте ничего. Но Пушкина-то я лучше, говорил он. И Седокова, опуская глаза, говорила лучше. Хотя, может быть, так и не считала внутренне. Диалог с классикой и соперничество с классикой было для него очень важным. Почему? Он считал себя гением, действительно. И, в общем, московская богема, в рамках которой он был известен, широко известный в узких кругах поэт. Она воспринимала его однозначно как гения. Она носила его на руках. Он был очень популярен в этих самых узких кругах. Но он не печатался. Вот то, что он напечатал, в этих три-четыре стиши, это все, что он на родине опубликовал при жизни. Все. Больше ничего не было. Он хотел прорваться к читателю. Он хотел говорить громко и в полный голос. Тем более, что он гений. Он один из величайших поэтов современности. Для себя и для друзей. Но он не мог. Отсюда возникал спор с великими классиками прошлого. Он в своих стихах доказывал и себе, и другим, и своим предшественникам то, что он человек, который достоин стоять с ними в одном ряду. Как быть достойным? А надо соответствовать биографическому пути. Уровню-то он уже соответствует как поэт. Надо биографическим путем подкрепить свою гениальность. И, соответственно, в его поэзии вот эта цифра 37, она фигурирует постоянно. Трагическая гибель поэтов. Ну что, Пушкин 37, Маяковский тоже 37, Велимир Хлебников тоже 37, Артюр Рэнбо тоже 37. Эта цифра сложена уже, покутана мифами и легендами. Она представляет собой классический возраст смерти поэта. И Губанов может от лица Пушкина говорить. Есть у него стихотворение «Выстрел», где он выступает непосредственно от лица поэта. Ах, как больно я с мандира встекал. Камер-юнкер, Рогоносец и Лжец. Камер-юнкер это Пушкин, Пушкинское тридворное звание. Там сцена дуэли обыгрывается. Ну, обращение к Маяковскому. Маяковский, когда вы застрелитесь или к Есенину, я повешусь на ней, повешусь, Сережа там на березе. Лирический герой собирается повеситься и так далее. Смерть становится непременным атрибутом гениальности для Губанова. Вот иначе никак, иначе невозможно. И начинает этот диалог со всем молодым, 17-летним пацаном. Самономинация. То есть самообозначение в тексте «Я-это». Она тоже очень разная. Вообще, мир Губанова, его можно охарактеризовать как двойственный. Вот в связи с тем, что он осознавал себя гениальным, но не мог эту гениальность реализовать полноценно. У него мировоззрение как бы такое раздвоенное. Или иначе еще есть термин «амбивалентное». То есть когда два взаимосключающих параграфа сосуществуют. Он в одном стихотворении называет себя патриархом. «Я патриарх, и мне позволено в румяных соснах удавиться». В другом стихотворении он говорит, что мне до ваших лязг, я сумасшедший шут. То есть самообозначения в текстах могут быть вообще диаметрально противоположными. И это связано, на мой взгляд, в первую очередь, с тем, что с географическими факторами, о которых я уже сказал. Вот одна из тех самых сложных схем, которые я пытался рисовать. Система концептуальных оппозиций. Раз уж я сказал, что раздвоенное бытие, раздвоенный мир художественный, значит, как-то я попытался его немножко структурировать. По каким критериям раздвоен? В центре у него, безусловно, лирическое «я». У него все стихи очень личные. Они сугубо эмоциональные, такие чувственные. Они на грани. Там очень сложно отделить реального автора от лирического героя. Такая литературоведческая задачка традиционная. Где тут автор, где лирический герой? Вот там трудно разобраться. Потому что это лирика, и она исповедальна. По определению по своему. Я-вы. Одна из главных его оппозиций. Он противопоставляет себя в текстах советскому обществу. Вот есть я, а есть вы, которые меня не принимаете. Которые не читаете, которые не даете сказать слово. Ну и мир в целом. Иногда расширяется эта оппозиция до того, что весь мир провозглашается, в общем, очень неприятным местом, где поэту и делать нечего, и реализоваться невозможно. Я завяжу на шее гордый шар, я поплюшу, я поплюю на шар, на шар земной, который и так далее, и так далее. Там целая картинка такая апокалиптического характера о том, насколько общество разложилось, насколько он вообще находится в упадке. В реальности не мог самореализоваться. И отсюда реальность очень часто у него противостоит творчеству. В своем творчестве он царь и бог. А в реальности он маргинал. И, в общем, он вне каких-то официальных рамок. То же самое. Если в реальности невозможно себя найти, обращается к реальному миру, к трансцендентному миру. И здесь тоже интересно. У Губанова идет на страницах его сборников лирических постоянный конфликт бога и дьявола. Нет однозначного определения себя по отношению к этой крелигиозной составляющей. Хотя биографы говорят, он был глубоко православным человеком, он и крестик открыто носил, что в советские годы, может быть, было не всегда безопасно. Тем не менее, он может в конце стихотворения заявить, мне диктует сатана. Вот вдруг. Хотя в другом стихотворении он напишет. «Считали глупые вещи, глаза у вороны, концы у короны. А оказалось, есть щит казанской моей иконы». Вот абсолютно разные диаметрально противоположные вещи. Опять же, андеграунд. Он позволяет себе в рамках бунта против советской системы, он расширяет этот бунт и позволяет себе бунтовать против вещей, которые, может быть, для него и для других сакральны. Он бросает вызов абсолюту. Ну и смерть. О чем я уже говорил. То есть смерть воспринимается как поле для самоопределения. Если в жизни невозможно, значит в смерти получится. Ну это вот то, что я уже отметил выше. Пространство у него организовано. Довольно интересно. Оно тоже оппозиционное, оно тоже двойственное. Главная позиция – это город и окраина. Город – это пространство, которое ассоциируется как раз с обществом, которое поэта не принимает. И оно не хочет его видеть в своем... И он-то не особо хочет. Он видит общество, у него традиционно – это стукачи, это какие-то, значит, люди в штатском, которые на лестнице дежурят. А это реально было. Вот, он под колпаком находился и так далее. Окраина – это природа, это деревня, это вне города, где-то вне рамок городского пространства, то, что противостоит городу. Это тот самый андеграунд, только в рамках пространства уже. Окраина – это такой условный термин, он включает в себя очень и очень многое. У него есть стихотворение тоже. Я-то окраина, где жутко. Он себя называет, отождествляется этим окраинным пространством. А город для него – это место, где он реализоваться не может. Есть пограничное пространство – тамбур, прихожая, лестница и так далее. Которое связано как раз с этим его неопределенным статусом, неопределенным положением. Он часто занимает какое-то такое промежуточное пространство, его герой в лирике. Ну, тут немножко поподробнее об окраинном понятии. Время. То же самое. Временная концепция Губанова, она подчиняется исключительно желанию вписать свое имя в историю русской литературы. Да и мировой тоже. Потому что для Губанова осень – это время, когда он умирает. С самого раннего этапа своего творчества. Осенью его лирический герой умирает. Здравствуй, осень. Нотный гроб. Желтый дом моей печали. Умер я. Иди свечами. Здравствуй, осень. Новый гроб. Я лежу ногами вперед в сентябрь. Он умер в сентябре. Он умер 8 сентября в возрасте 37 лет. Это было не самоубийство. У него просто остановилось сердце. Он сидел... Ну, не знаю, за письменным столом это уже может быть такой промысел, легенда. Но это точно было не самоубийство. То есть просто он себя износил довольно разгульным, таким богемным образом жизни. И умер он осенью. Как себя настраивал. Как вот этот миф он формировал. И умереть было для него хорошо в поэзии. Потому что смерть – это поле для самоопределения. Еще раз повторяемся. Осень центральная. И вот все подчиняется этому. Все подчиняется тому, что осень – это время смерти. Лето – обычно время предчувствия смерти у него. Лето пахнет завещанием. Помолитесь, господа. Зима – это традиционно время небутия. Зимние стихотворения Губанова. Там хорошего, ну, светлых стихотворения о зиме. Я вот у него лично не знаю. Допустим. «Тучи складываются, как струблевки в бумажник. Тревожно небо, как сломанное слива. Дождь, о дождь, сероглазый дождь бражник. Помяни имя мое, красиво». Триптих, там три стихотворения. Триптих называется «Зима» как раз. Довольно-таки мрачный. Весна. У нее статус неоднозначного этого времени года для Губанова. Потому что весна для него часто ассоциируется с гибелью Маяковского. Как раз 14 апреля. С одной стороны, время возрождения. Да, вот тут, например, отыграли злые зимы, крышка, мат, наступай невыразимый шалый март. С другой стороны, апрель – гибель Маяковского. Очень любимого. Ну и лето – предчувствие смерти. Я уже сказал. Ну тут, не буду я в этот список углубляться. Механизмы моделирования метафоры. Губанов вообще поэт, который привлекает, и меня он лично привлек когда-то, в первую очередь своими удивительными, абсолютно безумными, нерациональными порой образами, которые иногда как электрический ток могут тронуть. И вся его метафорика, она подчинена, опять же, желанию идентифицироваться как андеграундному поэту, желанию перебороть систему, желанию найти себя в этих образах, в творчестве своем, реализоваться и так далее. Ну, например, очень часто у губанова человек уподобляется космическому пространству. Человек становится, он приобретает масштабы вселенной. Например, я этот мир корявый и красивый, глазастый мир разбуженный с утра. Очень часто реальный мир заменяется собственным ментальным пространством, собственным сознанием. Очень часто реальность подменяется творчеством. То есть, когда реальный мир, он вдруг приобретает черты губановских стихов. Ну, на примере поясню, так, может быть, и не объяснишь. В черновиках чернеет осень, боясь перенесения набила. В черновиках есть ивы, в инии, и в гололёде рифм, подскальзываясь, как проводник, в нем ваше имя. В общем, дальше не помню, подзабыл немножко. Гололёд рифм, осень в черновиках. То есть, вот о чем я говорю. Метафора, то есть творчество, оно уподобляется объективной реальности. Вот что это значит. Оно еще важной составляющей, может быть, во многом парадоксальной составляющей для андеграундного поэта, у губанова является обращение к национальному образу мира. То есть, к составляющим национального культурного поля, национального менталитета и так далее. Он пытается выделить, несмотря на то, что он системе, казалось бы, противостоит, но, с другой стороны, противоречия как такового здесь нет. Он противостоит советской системе, он противостоит советской реальности. И ищет какие-то альтернативные способы самоопределиться и самореализоваться, как творец, как поэт. И таким способом, такой реальностью альтернативной, становится как раз обращение к национальной, к доминанте и к национальной составляющей. У губанова определение родина зачастую тождественно определению Русь. Вот не Россия, а именно Русь. То есть, нечто такое исконное, глубоко национальное и корневое. Он разграничивает понятие там Русь, Россия, страна и родина и так далее. У него это очень четко прослеживается. Ну вот некоторые составляющие национального характера, которые губанов выделяет, как поэт для себя. Стихийность, деструктивность некая, рациональная такая, пугачевская. Трагическая любовь к родине, именно любовь вопреки, которая родина пинает сапогами кованными, а он все равно эти сапоги порой готов целовать. Хотя у него есть стихотворение дуэль с родиной, например. Ну опять же, разграничение советская, страна современная и родина как таковая. Вот та самая Русь. Противоречивость, нравственная сила, лиризм. Ну и архетипы, то есть устойчивые образы, которые традиционно связаны с национальным образом мира и с национальным культурным полем. Колокол, церковь, пастух, юродивый, маску которого часто губанов надевает и так далее. Приведу пример. Пару четверостиши, связанные с этой национальной доминантой в лирике Губанова. Скоро одиночеством запятнанный, я уйду от мерок и морок, Слушать за рифмованными пятками тихие трагедии дорог. В общем, заканчивается так. «Пастухи, беременные Русью, стадо слов к моим устам погонят». Вот эти вот «пастухи, беременные Русью», которые гонят стадо слов, они очень, мне кажется, хорошо иллюстрируют его понимание национальной составляющей, своей лирики. Я заканчиваю. Да? У меня уже, наверное, как раз полчаса. Да, как раз. 29 минут. 29? А еще минута с его есть. Ну и в завершении. Почему я обратился именно к Губанову? Ну, конечно, я вам тему диссертации привел. Уже к нему нельзя теперь не обращаться после того, что нас связывает. Тем не менее. И лекцию я назвал «Непрочитанные страницы». Я принес тут вам для сравнения. Вот этот самый номер журнала «Юность», номер 6 за 64-й год. На 68-й странице здесь опубликованы те самые три четверостишия. Вот. Да. Вот. Три книги, которые с 2003 года вышли у поэта Леонида Губанова. Здесь, конечно, кое-что повторяется, но в целом говорят о том, что примерно треть его наследия на данный момент опубликовано. То есть, там еще есть непрочитанные страницы, они еще остались. И вот в этом и трагедия Губанова, как андеграундного поэта. Ну, в принципе, наверное, я могу сделать что-то так. Вопросы? Когда приводил диалог, генья или нет, и так далее. Ты сказали уже позднее, что, в принципе, в поэтическом плане генья он соответствовал. И вот осталось только биографию добить до подлинной гениальности. Вы, насколько помню, приводили Саня Пушкин, Лермонтов, Маяковский. И все, 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 и все. Вот, если я встретил, ну, на каждом, буквально, что у Пушкина, просто дилетантское мнение, что у Пушкина, например, был на стихах Евгения Онегина. То есть, по крайней мере, как нам рассказывали в школе наук и литературе, что очень сложно написано произведение именно в плане структуры. Вот это вот Орнекинская стафа, которую мы полностью удерживаем, чисто технически очень сложно написать. Не то, что Лермонтов начал массово психологизм свои произведения вводить. Ну, и так далее, что у каждого было какое-то свое новое слово. Он один, а дальше только были какие-то подобия. А у Губанова что было? Потому что вы показали, например, сезонность его поэзии. Ну, опять же, мы в других произведениях других поэтов видели эту сезонность. Или вы показали... Вопросы понятны? Ну, в общем, новизна. Новизна, творчество. Где уникальный критерий, по которому можно судить, чтобы в плане... В чем он уникальный звук поэта? Мне кажется, вот главный критерий гениальности в данном случае, я о нем упоминал, это его образная система, его метафорика, то есть его умение обращаться с метафорами. Потому что образы, образность Губанова, она, на мой взгляд, она не знает до определенной степени аналогов. Она уникальна, действительно. И то, как он работал с образом, как он работал с метафорой, да, может быть, на самом деле это не всегда получалось, потому что есть такие мнения критиков о нем, что его поэзия, она как поток весной течет, и там очень много может быть лишнего мусора и грязи. Но он именно так и писал, то есть в состоянии такого священного безумия, тоже это не мой термин, термин критика, поэзия священного безумия, да, характеризует Губанова. Может быть, иногда что-то и проскакивало, но очень часто и самое важное, наверное, это именно вот метафорическая система. Хотя, может быть, многое другое. По сути дела, смерть, вот отношение к смерти, да, для него смерть – это благо. Если у Пушкина я памятник себе воздвиг нерукотворный, но это потом, вот, это после смерти, и я его заслужил. И он не рукотворный, не материальный. У Губанов, опять же, вступая в диалог, у него памятник чаще всего материальный. Он там говорит, буду бронзовый, мраморный, под тихим солнышком стоять. И такого огромное количество. У смерти, смерть как благо, признание после смерти. Тоже пример такого нового взгляда на то, что уже было, так скажем. Спасибо. Как вы считаете, андеграунд, в принципе, как явление в культуре, ну, в поэзии, вообще где угодно, вы изучали вопрос, он постоянен? То есть выражение андеграунд «жив», «жил» и «будет жив», перефразирую, оно верно? То есть всегда будет именно это противопоставление чему-то основному? Или все-таки когда-то это было, или, возможно, отойдут от общества, культуры? Ну, я думаю, что, если современную культуру рассматривать, я думаю, что андеграунд, я не задавался, честно говоря, вопросом современного андеграунда изучения, но вот на мой взгляд, андеграунд сейчас, он довольно актуален, в общем, как явление, потому что он может, да, если тогда он шел вопреки политическим каким-то вещам, то тогда он может, сейчас он может идти, например, вопреки каким-то коммерциализации искусства и так далее, возможно, вот, на мой взгляд. В принципе, наверное, всегда есть люди, которые против, которые идут против течения. Вопрос, будут ли они при разных исторических ситуациях складываться в какие-то, более или менее систематизированные группы, хотя андеграунд, он такое, в принципе, бессистемное явление, это уже другое, тут данная конкретная ситуация. Ну, еще вопрос, какой был период творческой жизни, грубо говоря, когда он активно в годах своих работал? То есть было ли это, вот, я услышал, в 17 лет начал писать уже активно, то есть было ли это как-то концентрировано именно на молодость, на юношеский максимализм, или это были вот эти все стихи, были равномерно по всей жизни распределены? Нет, он к концу жизни больше стал ориентироваться на классику, я бы вот так сказал. У него стихи стали, хотя это тоже не правило, но в целом, если взять так, там значительное количество очень похожего на ранее есть, но тем не менее у него стихи стали более причесанные такие, более классические. А плодовитость та же самая стала? Плодовитость, да. Единственное, что в начале своего пути он был, может быть, больше стремился к публикации и к читателю, в конце он уже немножко, время было такое холодное, застойное, в общем, стремиться было особо нефти. Еще пару вопросов зафиксированных. Вот вы сказали, что точнее было не самоубийство, ну, как бы я не оспариваю это, конечно. Вы не задавались вопросом, что это было так называемое ментальное самопрограммирование, что он неосознанно себя убил, по факту, да. То есть он хотел умереть в это время, и он умер. По сути дела, да, это и есть автобиографический. Когда он пережил Есенина, он клялся, что Пушкина он не переживет точно. Ну и завершающий вопрос, почему выбрали именно этого автора, именно эту тему, и как вы к этому пришли? То есть какие-то жизненные, не знаю, ну как, ни разу я, например, не слышал о таком поэте, а как-то вот откуда это? Я когда-то открыл книгу, называется «Энциклопедия для детей. Русская литература. Второй топ. Двадцатый век». И там были выдержки из стихотворения Губана. В частности, вот это вот художник, который я цитировал, и из стихотворения «Серый коль», которое меня абсолютно потрясло, и мне захотелось почитать больше. А потом, в конечном итоге, как-то вот так жизнь сложилась, что пришел к науке и, соответственно, выбрал именно этого автора. Хотя я и начинал с Александра Башлачева, там маленькая статейка у меня была, я исследовал, но это развелось вот Губанов. Еще вопросы от других. Скажите, а Губанов, если он писал стихи, он работал? Ну не работал, но… Работал. Он множество профессий сменил. Такое, поколение дворников-сторожей, только чуть пораньше. Котельной работал, по-моему, тоже. Пожарным был в театре. Расписывал платки на фабрике, павловские, вот эти вот, цветастые. И у него на фотографии 76-го года ногти очень длинные. Это не эпатаж, это именно по работе. Как-то я читал, чтобы эти платки расписывать, они как-то вот так вот на иголках перемещались. То есть, в общем-то, ногти были нужны для этого дела. И вот он отращивал. Много профессий сменил. Очень много. Вам не кажется, что он в своей жажде быть гением как-то слишком высоко замахнулся на Есенина и Кушкина? Ну, равняться надо на лучшую. Это были, во-первых, его любимые поэты. Действительно. И, соответственно, спорить он хотел с любимыми и с лучшими. В том плане, насколько он соответствует уровню. Ну, я думаю, что соответствует. Вот так вот, по моему личному мнению, я думаю, что Губанов это действительно большой поэт. Хоть и, в общем, так судьба сложилась, что он оказался малоизвестным. Если бы другая ситуация была, возможно, попади, может быть, родись он чуть пораньше. Потому что это все-таки 46-й год, и они пришли тогда, когда уже, год рождения, я имею в виду, они пришли тогда, когда уже, в общем, все сворачивалось, вся поэзия, по большому счету. И, будь другая ситуация, попади он в струю Евтушенко или Рождественского, может быть, говорили бы мы о нем. Тогда бы он не был самим собой. Ну, да, да. То есть тут, конечно, это не терпится слагательного наклонения. Хотя бы не было этой энергии, чтобы зайти, думаю, в топку своей энергией. А сейчас это на такие литературу, которые они как-то им относятся к творчеству. Ну, он упоминается, его имя, но обычно так вскользь, потому что вообще, даже в школе, литература в 11-м классе, она часто заканчивается тихим доном. А там еще 70 лет, и, в общем, это все вот так вот пролистывается, по-быстрому. Он упоминается, да, но с другой стороны, может быть, какие-то вещи требуют времени для осмысления. Потому что, ну, я даже не говорю, что он там великий, гений, величайший в данном случае. Ну, просто объективно. Потому что по Губанову вот защищено две диссертации на данный момент. Может, больше и не надо. Ну, то есть много, по крайней мере, не надо, как мне сказал один мудрый человек. Много диссертаций по Губанову, может быть, и не надо. Может, это и правильно. Как по Пушкину, когда Пушкин, если бы узнал, что о нем думают, Пушковеды, он бы очень удивился. Еще есть вопросы от других людей? А стали бы вы, вот, допустим, представим ситуацию, что вы родились в те годы, и смог вот эта организация разорачиваться как раз на ваши глаза, на ваши цвета, стали бы вы его участниками? Ну, этот вопрос ответить сложно, на самом деле. Тут я иногда задумывался над подобными вещами. Ну, не дословно, но над подобными. А если бы я родился в другое время? Все? Ну, интересно было время, конечно. Ну, однозначно ответить на этот вопрос сложно. Вообще, Губанов был человеком скандальным, и, может, я бы с ними не поладил, кто его знает. А семья у него какая была? У него было, по-моему, три жены. Нет, я имею в виду родителей, то есть она... Абсолютно благополучная семья. У него мать была сотрудницей Авира, то есть она при погонах даже была. А отец был инженером на военном заводе, если не ошибаюсь. Ну, в общем, такая простая советская семья. Допроведительный стимул для Бунда. А детей не было? Есть у него сын. Они не занимаются популяризацией своего отца? Издает книги жена. Супруга его последняя. Да. Третья или вторая. В общем, Ирина Аспана, я не помню, тут не буду врать. У него первая жена была Алена Басилова, а последняя, по-моему, Ирина Губанова. Ну, сколько там между, я не знаю. Ирина Губанова, она жива, и она вот как раз ее усилиями, архив у нее полностью хранится. Ну, он тоже не систематизирован, и там много вопросов, но она и сдаёт. Она пытается. Денег на это, конечно... А мы с ней не связываем? Я переписываю с ней непостоянно, в общем, у нас идёт... Ирина Губановой? Да. В Ивановой? Да. Около 60. Вот так. Она, по-моему, 55-го года рождения. Да. Скажешь больше. Если меня, допустим, заинтересует почитать что-то о его творчестве, то я не найду слишком много исследователей? Слишком много не найдёте. А какие вы можете? Ну, помимо вашей диссертации. Ещё диссертацию защитили в Астрахани Андрей Александрович Журбин. У него есть, собственно, диссертация, у него есть книга, написанная по этой диссертации. Она называется «Отражение зеркальных осколков». Есть сайт, посвящённый Губанову, как раз от Астраханского университета, который Журбин, этот самый, курирует. И там есть тоже материалы, несколько. Я не помню, губанов.аспу.рубин, вот так. В общем, сайт поэта Леонида Губанова найдётся. А автореферрат или сам текст вашей диссертации он открыл доступ? Я сейчас не знаю. На сайте Тюменского государственного университета, диссертационный совет, там можно посмотреть. Вы давно защищались? 28 ноября. А, в смысле, вот-вот-вот-2014 года. То есть, скорее всего, только автореферрат, а сама диссертация ещё нет. Но она была там, крайне. Она висела, сегодня она зашёл. Ну, поздравляю. Тогда есть. Если подтверждение было, то будет доступ. Всё? Да. Тогда давайте поблагодарим. Сейчас будет официальный перерыв на 10 минут. АПЛОДИСМЕНТЫ